Всем привет из Питера, с вами Андрей. Я продолжаю вам рассказывать про 100 самых больших городов России. Сегодня поговорим об Липецке. Друзья, теперь вы выбираете какой следующий ролик будет у меня на канале. Заходите ко мне в сообщество, голосуйте в вопросах на стене. Голосование действует до конца каждого месяца. Выбранные вами видео я подготовлю, смонтирую и опубликую. Кстати, впервые такое, в вопросе не было явного лидера, но Липецк все-таки стал победителем нашего голосования. В нашем списке город занимает 37 место, с населением 503 тысячи жителей. Ну что, погнали, интересные факты о Липецке. Старинный и современный город-курорт и крупный промышленный центр. Липецк прошел довольно интересный и богатый событиями исторический путь. Впервые упоминания о Липецке появились в древних летописях, в 1283 году. За 1284 год летопись рассказывает о полном разрушении поселения, после чего многие годы о Липецком поселении упоминаний в летописях не встречалось. Датой основания Липецка считается 1703 год, на месте древнеславянского поселения. Именно в 1703 году появился указ Петра I о строительстве в устье речки Липовки, падающей в реку Воронеж, крупного железнодорожного завода. Этот год и становится временем основания современного Липецка. Так, в начале 18 века здесь появилось поселение, названное малыми студенками липецкими. Знаменитые липецкие минеральные источники с хлористой сульфатной водой были открыты в 1805 году, и город приобрел статус курортного центра. Город Липецк – первый русский курорт. Полноценный липецкий курорт был обустроен здесь во времена Александра I. Самый страшный в липецкой истории пожар произошел в 1806 году. Он уничтожил практически весь город, который пришлось отстраивать заново. Именно тогда здесь начали строить преимущественно каменные дома вместо деревянных. После крупного пожара 1806 года Липецк застраивался по единому генеральному плану с просторными площадями и широкими улицами, каменными особняками купцов и дворян, курортными постройками и гостиницами, и общественными зданиями. Замечательным местом для прогулок по городу является его историческая часть – соборная площадь, где находятся уникальные старинные здания, храмы и соборы. Благодаря красивейшим пейзажам и источникам минеральных вод курорты Липецка пользовались успехом у петербургских аристократов того времени. Расположены источники в Нижнем парке, который также является памятником сам по себе, ведь ему более 200 лет. Липецкая минеральная вода по своему составу похожа на минеральные воды известных германских курортов – Либенштейна и Термонта. Применяется она для лечения пищеварительной системы, да и просто очень вкусная вода. Из всех городов на реке Воронеж он является вторым по величине, уступая лишь Воронежу. Первый день города был отмечен здесь только во второй половине 20 века, в 1979 году. Именно тогда Липецку официально был наконец-то присвоен статус города. Более 70 тысяч человек в 2013 году приехали в Липецк на фестиваль «Липецкое городище», где воссоздавалась история древнего города. Клуб исторических реконструкций «Копье» ежегодно приводит в Липецкий известный за пределами страны фестиваль «Русборг», куда приезжает много зарубежных гостей. В рамках его происходит инсценировка событий далекого 1964 года. Именно тогда князь Святослав добился независимости Руси от Каганата Хазар. Официально символом Липецкой является липа. Именно это дерево посадили на Крымской аллее России среди 85 растений, представляющих регионы страны. Существует легенда о том, что город Липецк не пострадал от бомбардировок в годы Великой Отечественной войны, благодаря личному распоряжению Германа Геринга. Еще до революции в Липецке активно развивалась авиация. Здесь работали так называемые аэропортные мастерские. В таких мастерских собирали французские самолеты «Маран». Современный Липецк – это город с развитой промышленностью, инфраструктурой и торговлей. Огромный новолипецкий металлургический комбинат прославил город и превратил его в индустриальный центр. Липецк продолжает расширяться. Строительство новых жилых домов идет полным ходом. Новостройки в Липецке расположены в разных районах города. Считается, что Липецк основал Петр Первый. Ему установлен памятник на главной площади города – площади Петра. Некогда здесь располагался путевой дворец Петра Первого. Город поражает гостей чистотой и простором улиц, обилием зелени и свежих парков, засаженных перимедальными тополями. Липецк имеет неповторимый уникальный облик, является красивейшим городом площадей, парков и поющих фонтанов. Заводской город Труженик и первый русский город-курорт. Что ж, друзья, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки. Берегите себя. И всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!